День рождения Российского флага Собрать здесь в студии наших гостей Которые приготовили не только рассказ об интересных мероприятиях И событиях, которые ожидает наш город Завтра уже в пятницу Ну и может быть даже спеть какую-нибудь патриотическую песню Для того, чтобы дух поднять И вообще настроение ваше улучшить Выше флаги поднимай Так решили мы назвать сегодняшний эфир И давайте небольшой экскурс в историю Для вас сейчас как раз таки произведем Смотрим сюжет А потом знакомимся с нашими гостями Сегодня принял решение Объявить государственным флагом России Трехцветный флаг Кажется, что Родина и Триколор Уже неразделимы в сознании каждого Кто живет в России В 91 году он вытеснил своего предшественника Красное плотно с серпом и молотом Во время путча у Белого дома Триколор стал символом борьбы за свободу и демократию Началось с Петра Первого, по-моему, если не ошибаюсь Вот и До сегодняшнего дня, в общем-то, я доволен, что вернулись к старому Как было, так и есть Должно так быть Каждый цвет флага наполнен смыслом Белый обозначает чистоту Синий благородство Красный отвагу Не многие знают, что российский флаг в этом году отмечает не 22 года, а 20 В 93 году, ради исторической справедливости, лазоревый цвет на нем, то есть голубой, заменили на синий, а алый на красный Именно таким он был более 300 лет назад, когда по велению Петра Первого под Триколором стали ходить российские корабли и биться русское войско Напомнить о флаге и его богатом прошлом активисты Самары вышли на улицы В костюмах эпохи Петра Первого они раздавали символику праздника Не только патриотизм, просто душевный подъем Душевный подъем, знаете, на энтузиазме все Хочется ходить, изображать Петра Мы окунулись в прошлое, а лично мне бы с Екатерина Второго очень приятно и это какая-то гордость Набережная Самары оделась в бело-сине-красный цвет В прохожие охотно разбирали ленты и флажки Остается надеяться, они найдут достойное место для главного символа российского государства Ну что ж, друзья, сегодня будем немного, мне кажется, такой вот продвигать идею патриотизма в нашем эфире с большим удовольствием Я вам представляю наших гостей И как вы видите, на стене у нас тоже флаг, флаг России Итак, давайте знакомиться с нами здесь директор Самарского дома молодежи Сергей Бурцев Здравствуйте И председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области Алексей Люлин Здравствуйте Ну, я хочу, наверное, задать такой, может быть, не знаю, такой вопрос провокационный Есть ли у вас, не знаю, в машине дома где-то на работе флаг Российской Федерации? Алексей Конечно У меня в офисе стоит и дома Ну, дома ленточки, которые раздавят, но они есть И вот такие полотнища мы используем на мероприятиях Сергей, есть дома триколор? Дома триколора вот в таком виде у меня нет Собственно говоря, раскрою небольшую тайну, я думаю, вы на меня не обидитесь Вот этот триколор, который сегодня я захватил с тобой в студии, он всегда со мной в кабинете находится В моем кабинете, на работе Ну, он не личный, это флаг все-таки государства, безусловно, и к нему большим уважением и почетом необходимо относиться Но это такой несомненный атрибут, и он символизирует наше сплочение, наше единение Потому что сейчас это особенно важно, важно быть вместе Мы единая страна, и это на самом деле здорово И вот завтрашний праздник, который мы будем отмечать Это достаточно важный государственный праздник, в первую очередь, День государственного флага Российской Федерации Но это еще и такое мероприятие, которое позволяет действительно молодежи и в целом гражданам В каком-то плане подумать еще раз, да, в какой стране мы живем И что в целом мы уважаем эту страну, чтим ее традиции Истории государственного флага России действительно не одно столетие Мы это сейчас в сюжете увидели Да, он менялся, и в эпоху советской власти это был другой флаг Но в целом сейчас мы вернулись к тому историческому виду нашего государственного флага Ну и плюсы отношения к флагу должно воспитываться уже с молодым С раннего возраста Что у вас ожидается завтра именно силами молодежи в нашем городе? Вообще завтра очень много молодежных мероприятий запланировано на самом деле Мы сейчас расскажем в основном о двух крупнейших, но я еще расскажу еще об одном мероприятии Во-первых, завтра в течение всего дня волонтеры на улицах Самары будут раздавать опять-таки ленточки, флажки, текст гимна Российской Федерации То есть вот некие такие символики праздника Порядка 10 точек на территории всей Самары организовано На сайте администрации города вывешен список этих точек Можно посмотреть и совершенно бесплатно, безусловно, получить вот такой себе памятный подарок И уже решить самому, да, куда его повесить? В машину, я не знаю, дома, в офис? Это такая сквозная акция, ей уже много-много лет Соответственно, она будет проходить на территории всего города А непосредственно для молодежи, Самарский дом молодежи Совместный при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики Мы проводим такое большое масштабное мероприятие Патриотическое мероприятие Назвали мы его «Я люблю Россию» Пройдет оно завтра на Самарской набережной На самом любимом для молодежи месте Я считаю, что лучше для всего населения, но именно для молодежи культовом месте Некрасовский спуск к Самарской набережной Начинаем мы в пять вечера Ждем всех, приглашаю всех к прямой части На самом деле, на мой взгляд, действительно такое интересное молодежное мероприятие У нас там будет работать порядка пяти площадок Сейчас уже можно рассказать определенные тайны У нас будет работать параллельно порядка пяти площадок Мы также в рамках этого будем раздавать, безусловно, символику и государственный флаг У нас будет работать площадка моментальной фотографии Можно будет сфотографироваться на фоне баннера И прямо здесь, сейчас, в режиме онлайн получить в напечатанном виде фотографию Вот эту свою креативную фотографию Потом эту фотографию в электронном виде легко можно найти в нашей группе ВКонтакте СДМ Самара Абсолютно мы все эти фотографии будем выкладывать Чтобы фотографирование было интересно Будет работать площадка Аквагрим Где художники смогут нарисовать на лицо, на руки На любое, где пожелает участник Не только флаг, но и в целом рисунки в стиле государственной символики А это можно вообще не порицать, если на коленке флаг себе нарисую? Это будет неуважительно? Безусловно, мы будем смотреть И это будут обязательно, скажем так, приличные места тела Несомненно Нет, это законно разрешено Безусловно, с уважением мы должны относиться То есть такая площадка будет работать Это можно и в дальнейшем, там весь оставшийся вечер ходить И можно именно для фотографирования это сделать У нас, соответственно, будет работать площадка 3D-рисунка Мы нарисуем один из самых больших в Самаре 3D-рисунков Посвященный именно Дню государственного флага Российской Федерации 3D-рисунки это вообще? Да, потом на фоне этих 3D-рисунков можно будет фотографироваться Безусловно, там будет, раскрою небольшой секрет Это будет именно виды Самары очень красивые Соответственно, самое главное этой площадки Ценность, что можно не только увидеть этот прекрасный рисунок Фотографироваться, но и принять участие в его создании То есть каждый желающий Профессиональные художники создадут сам рисунок А уже разукрашивать его в цветах Можно на протяжении всего этого времени У нас планируется концертная программа Вокально-танцевальные номера У нас планируется прекрасное шоу мыльных пузырей Это целое представление с маленькими, с большими С разными мыльными пузырями Достаточно интересная штука И кульминацией всего этого мероприятия Главным, на наш взгляд, моментом Будет флешмоб Я люблю Россию Я тонкости флешмоба раскрывать не буду Скажу лишь только, что его следует ожидать В самом разгаре праздника Ближе к 6 часам Да, это безусловно будет неожиданно Точное время я вам не назову Но это действительно будет Такая штука, которой в Самаре раньше не было И мы надеемся выделиться Так достаточно серьезно этим флешмобом У нас ребята, молодежь очень активно принимает в этом участие Уже была репетиция Мы так интригу держим Выкладывали определенные фотографии, не раскрывающие суть Самого флешмоба Поэтому действительно всем будет Чем заняться Это можно и посмотреть, и поучаствовать И попробовать самому что-то сделать Такое вот мероприятие Погода завтра ожидается замечательная Мы это посмотрели Вот, соответственно Будет много конкурсов, призов Можно будет выигрывать и майки И браслеты И, собственно говоря, в преддверии праздника Я хочу один приз Один комплект призов разыграть сейчас в прямом эфире Отлично, замечательно Друзья, я напомню Мы в прямом эфире И поэтому звоните нам 202-11-22 Для разминки Вам первый вопрос Мы сегодня так вот по России Матушке решили пройти И вам, наверное, легкий первый вопрос Достанется билет в киномечту Назовите текстильную столицу России Этот город еще называют Красным Манчестером Ситцевым краем Что это за город? Звоните 202-11-22 Ну а сразу после этого вопроса Я думаю, будет как раз таки, видимо, каверзный вопрос От Сергея На знание символики, да? Озвучу прямо сейчас Давайте Звоните Вы сможете получить вот такую вот замечательную вайчку С символикой России Патриотичненько Патриотично, да, замечательно И, соответственно, еще браслет Браслет мы показывать сейчас не будем Это тоже сюрприз Небольшая сюрприз Да, это замечательный браслет А вопрос, на самом деле, очень простой Вам всего лишь необходимо назвать соотношение сторон Государственного флага Российской Федерации Соотношение, да? Соотношение сторон Пропорции Пропорции, да? Это очень простой вопрос, на самом деле Флаг перед вами Вы можете на него еще раз посмотреть Померить На этот вопрос Вы получите Здесь коллеги подскажут потом Как это сделать Вот эти замечательные признаки Так, ну, мы к набережной еще вернемся Потому что это удивительное, конечно, событие А нам уже позвонили Ну, давайте, отвечайте Кто у нас здесь в эфире? Алло, здравствуйте Алло, здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Олеся Олеся, очень приятно Олеся, на какой вопрос готовы ответить? Я хотела бы ответить Текстильная полиция России Ну, давайте попробуем Что же это? Это город Иваново Ну, конечно, простой вопрос Билеты в кино достаются вам Не желаете ли попытать счастье И отгадать процентное соотношение сторон Российского флага? Пропорции Пропорции? Ну, если затрудняетесь Мы с большим удовольствием ждем наших следующих Дозвонившихся Обязательно, обязательно Звоните 202-11-22 Ну, и так вам еще В догонку вопрос Будем немножечко так Интерактив наш усиливать Сколько в нашей стране Городов федерального значения? Их несколько Если вы их назовете Будет замечательно Получить сертификат На аттракционы В замечательный такой вот Парк Парк Гагарина Три медведя Вас ожидают Звоните Ну, так продолжаем Разговор про мероприятие Выяснили, что завтра В 17.00 на набережной Некрасовский спуск Будет удивительно Весело Интересно Шумно И многолюдно Не менее многолюдно Я так понимаю Алексей Будет и в МТЛ-арена Да Завтра в 18.00 Примерно в то же время Большое мероприятие В МТЛ-арена Так Мы Собираем опять же Молодых людей Со всей области Со всего региона Уже сейчас Подтвердили свое участие Больше двух тысяч человек То есть это тоже Ого-го Ожидается Да, это очень много Они будут из разных уголков Нашего региона Из разных образовательных Учреждений Из разных муниципалитетов А что они будут делать там? Там большое представление Каждый что-то готовит, да? Нет, они зрители А они гости, получается Они гости, да На сцене Больше ста молодых людей Которые будут делать Для них представление Мы понимаем Что уже сейчас Это представление Намечается Грандиозным И режиссер работает уже А хотя бы какие-то секретики Кто эти коллективы? Кто эти ребята? Кто будет выступать? Ну, давайте так Значит, выступать будут Наши молодые ребята Самарские И потом будет Хедлайнер Который приглашен Специально для выступления На этом мероприятии Это секрет? Пока не буду раскрывать А может ли сейчас Ну, обычный гражданин Самарец Попасть к вам на мероприятие? Вход открытый Вход свободный То есть человек может прийти? Да, может прийти Ограничения по возрасту? Ну, если вы чувствуете себя молодым Приходите Смело можно, да Кроме того, наверное, в фойе еще будут какие-то Конечно Мы встречаем гостей интерактивными площадками Где можно получить разные призы Отвечая на конкурсы О российском государстве О российском флаге Призов очень много Это сувенирная продукция С символикой российского флага Это майки Это другие сувениры Их много То, что пригодится И то, что к празднику очень актуально Я так понимаю Да А потом вечером пойти гулять Если все соберутся, наверное, ваши И ваши будет весело Столько мероприятий проводится На самом деле Сергей правильно говорит Что, наверное, каждому молодому человеку найдется место На каком-то из этих мероприятий И организаторы с удовольствием будут ждать Молодых людей на этих мероприятиях А у нас, мне подсказывают режиссеры Есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Меня зовут Наталья Наталья, очень приятно Вы какой хотите нам ответ дать? На какой вопрос? Я хотела бы ответить Про соотношение сторон Флага России Давайте Совершенно правильно Отлично Вам достается замечательная майка Чудесная, очень удобная И прекрасный браслет Да, и прекрасный браслет Тоже с символикой Да, он такой волшебный Волшебный браслет Чудесный Покажем Я думаю, мы сфотографируем его И в нашей официальной группе Вконтакте Сразу после эфира выложим Если кому-то прям очень интересно Заходите туда, смотрите А я тем временем напоминаю Что у нас еще один вопрос есть И это вопрос вот какого плана Сколько в нашей стране городов федерального значения? Звоните 202-11-22 Аттракцион, кафе Три медведя Розыгрыши, призы какие-то там тоже всегда проводятся Ну и конечно покататься Развлечься можно Тем временем хочу вам показать Наверное, один интересный сюжет О том, как в нашем городе Все-таки уже с малых лет воспитывают Некий дух патриотизма Мы смотрим сюжет А потом возвращаемся в студию Сколько фонтанов в родном городе Почему улицы называются именно так И где найти достопримечательность в мегаполисе Историю малой родины эти дошколята изучают не по книгам Частенько выбираются за пределы песочницы Путешествуют по старому городу Узнать много интересного Не только о достопримечательностях Но и об истории города О лучших людях нашего города И обо всем интересном Что было в прошлом В настоящем И что, по мнению детей, нас ожидает и в будущем Наш родной любимый город Чтобы рассказать детям о малой родине Воспитатели и сами проштудировали не один десяток книг Так что ответить могут теперь почти на любой вопрос Маленьких почемучек Мы как-то все больше там воспитание Детский садик Говорили о месте нахождения детей Чтобы они не болели Чтобы там их правильно кормили Условия создавали Сегодня мы идем дальше В этой проблеме речь сегодня идет Уже о создании определенных параграфов Может быть мы придем к стандартам дошкольного образования Самые лучшие работы по итогам конкурса Будут изданы в методических пособиях Воспитатель из любого детского сада Может пользоваться этой литературой Все флаги будут в гости к нам Точнее наш Триколор Завтра отмечается день государственного флага Российской Федерации И в связи с этим мы сегодня вас приглашаем На интересные мероприятия Которые проходят в нашем городе Обязательно о них еще раз расскажем Повторим явки, пароли А тем временем разыгрываем мы сертификат В кафе аттракцион «Три медведя» Давайте узнаем, кто нам дозвонился Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Виктор Виктор, очень приятно Скажите, пожалуйста, есть ли у вас дома российский флаг В каком-нибудь виде? Конечно, есть А что вы с ним делаете? Где он находится? Он находится на стене у меня То есть вы такой человек патриотический Патриотически настроенный? Конечно Конечно Отлично, Виктор Ну, наш вопрос сегодня, мне кажется Достаточно простой И для вас в том числе Назовите нам города федерального значения В Российской Федерации Которые имеются Ну, это город Москва Или город Санкт-Петербург А если подумать еще Теперь у нас еще есть один город федерального значения? Город Герой Город Герой Да, вот ребята подсказывают В то же время город Курорт Родина Черноморского флота Конечно Вот, отлично Когда еще и гости знают И здорово, что вы теперь тоже вот вспомнили Ведь наверняка многие знают о том, что город этот был, конечно И город федерального значения Запоминайте, друзья Три, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь Вам достается сертификат на посещение аттракцион Кафе Три Медведя Спасибо большое за звонок Ну что, ребят Нам нужно, наверное, сейчас еще раз резюмировать Может быть, кто-то сейчас только подключился И не знает, по какому поводу мы собрались Собственно, повторяю еще раз 22 августа День рождения государственного флага Российской Федерации И вот в Самаре силами волонтеров Я так понимаю, вы их долго набирали, да? Для того, чтобы... Я вам скажу, что мы их не так уж и долго набирали То есть быстро отозвались? Ну, я думаю, что У нас порядка 150 ребят Непосредственно участников флешмоба И могу сказать абсолютно честно Это ребята могут подтвердить Мы никаким образом там не подключали Какие-то дополнительные ресурсы Не напрягали Непринудительные, да? Нет, мы разместили информацию в социальных сетях Что есть такое мероприятие И ребята сами зарегистрировались в форме Специальной которой И пришли к нам на мероприятие Ну, где-то, наверное, недельки за полторы До мероприятия мы разместили данную информацию И, собственно говоря, такой результат хороший получили Чему, безусловно, рады Что молодежь у нас активная Молодежи интересно в этом участвовать И в каких-то таких подобных мероприятиях И молодежь откликается на это Я бы хотел вот до того, как повторю еще ключевые позиции Такую вот тему поднять Я думаю, что нас смотрит и молодежь И смотрит старшее поколение Я бы хотел обратиться, наверное, к молодежи Да, камера напротив, пожалуйста Обратиться к молодежи с таким призывом Что, безусловно, мы сейчас находимся В такой непростой геополитической обстановке Я имею в виду вся страна И здесь очень важно понимать Что мы едины, сплотиться Что важно мнение Важен голос каждого И, безусловно, необходимо не отстраняться И участвовать во всевозможных событиях И мероприятиях, которые будут происходить И если брать именно Самару Самарскую область То, безусловно, у нас Ближайшее событие, очень важное, на мой взгляд Это выборы Я не собираюсь здесь агитацию никакую Ни в коем случае начинать Я хочу только лишь сказать Что надо хорошо понимать Что выборы – это важное событие И что это определенная ответственность Определенный долг Необходимо прийти на избирательный участок И сделать свой выбор Не более того Ни в коем случае никакой агитации Но вот именно проагитировать За необходимость участия в выборах Я считаю, как человек небезразличный И как лидер молодежных организаций Я должен Поэтому я очень призываю Молодежь и, в общем-то, все население Безусловно, молодежь В первую очередь Прийти и высказать свой голос Это очень, на самом деле, важно И почему я говорю это сейчас Потому что это все, в общем-то, в одной Такой тематике Гражданственности, патриотизма И вот этот праздник, который будет Сюда тоже подходит Ну Я хотел бы поддержать Сергея В его призыве Почему молодые люди должны идти? Мне кажется Потому что им жить в этом государстве В этом регионе И они должны выбирать то, как они хотят жить Они доверятся так, чтобы за них решили все наверху Не думают, что все уже решено И их голос ни на что не влияет Их голос самый важный Самый важный голос молодого человека Ведь молодежи больше 30% проживает у нас И если 30% придет на избирательный участок Это огромная сила Да, это сила Вот И я призываю еще раз Молодых людей просто 14 сентября Прийти и сделать свой выбор Ну быть активными И гражданскую свою позицию Во всем Быть активными во всем Ну а по поводу мероприятия Это гораздо быстрее произойдет Завтра, 22 августа День государственного флага Жду вас на Некрасовском спуске Самарской набережной Начиная с 17.00 Замечательные мероприятия Море подарков И самая-самая изюминка Флешмоб Который на самом деле стоит увидеть Своими собственными глазами Приходите Ну и также я жду вас по 17.00 часов В МТЛ-арена Много интересного Кстати, возможно, что у нас Невозможно, а уже наверняка Что у нас будет губернатор Придет поздравить молодых людей И хедлайнер, который опять же К нам едет из Москвы Наверное, всем молодым людям Будет интересно Ох, заинтриговали, друзья Заинтриговали Ну что, благодарим наших гостей Спасибо, ребят Вот прям хочется взять флаг И пойти за вами, если честно Но пока пусть повисит немножко В ближайшее время Мы узнаем о том Как молодые, талантливые ребята Музыканты, исполнители Выступая на всяческих Патриотических фестивалях Поют эти самые песни Что они при этом чувствуют Для чего, для кого они это делают Непременно И во второй части нашей программы Мы будем разыгрывать Удивительные подарки Подарки, связанные с кинофильмом Тайна четырех принцесс Это музыкальная сказка С участием известных Российских артистов Не пропустите Ну, а коли же заговорили Про патриотизм И все в этом духе Я думаю, интересно будет Послушать мнение наших горожан Вообще О патриотизме И что они думают По этому поводу Не переключайтесь Возвращаемся в студию Через пару минут Для меня патриотизм Это любовь к своей малой родине Вот к тому месту Где ты живешь Растешь Ну, а в целом В целом это, наверное Такое понятие Для каждого свое Долг Отдача Во-первых, семье своей Ну, долг вообще своей Родине Патриотизм Ну, в первую очередь Семья, родные Ну, а дальше Все остальное Родина Наверное, любовь к родине И забота о родине Об этом надо думать Я так сразу не отвечу Для меня патриотизм Когда человек Находит себя в труде И трудится в своей стране Не обращая внимания Ни на какие субъективные факторы Ни на какую политику Просто трудится Это и есть патриотизм Потому что это все равно Созидательно И это все равно на благо Своих сограждан Это сопереживание Тем трудностям Которые испытывает страна В тот или иной период Это, ну, какое-то ощущение Чего-то общего Вместе со всеми В основном, наверное Вот в период трудности Возникает какое-то Вот это чувство патриотизма Любить родину Быть патриотом Не есть в другие страны Отдыхать, допустим Вот Покупать одежду здесь А не в каких-то там Заграницах Или еще где-то Ну, например Продукты питания То есть я стараюсь Брать от местных Производителей Покупать Свою семью кормить Считаю, что это Все-таки поддерживает Своего производителя Любовь к родину Любовь к себе Наверное, это свой язык Именно Ну и Отношения именно К соотечественникам Патриотизм Гордость за родину Ну что, продолжается Наш прямой эфир Вот в руках у меня появилась Такая замечательная Футболочка От создателей Фильма Тайна четырех принцесс Детская маечка Таких мы сегодня Будем разыгрывать Две Очень стильный Эксклюзив Что хочется вам сказать По поводу Этого замечательного фильма Фильм Тайна четырех принцесс По мотивам трех сказок Братьев Гримм Храбрый портняшка Семь принцев Воронов Стоптанные башмаки Вот повествует о том Что в некотором царстве Государстве Жил был портной По имени Ганс Вот по воле судьбы Он оказывается Во дворце короля Который поручает Гансу Раскрыть тайну Четырех принцесс Что будет дальше Я думаю С большим удовольствием Посмотрите Как раз таки В кино И мой первый вопрос Чтобы уже далеко не ходить В этом фильме Снимается очень много Известных актеров Артистов В том числе Главная героиня Которая представляет этот фильм Она к вам обратится Потом уже даже лично В нашем эфире сегодня Это Кристина Арбакайте Так вот Первый вопрос мой Связан именно с ней Именно в этом фильме Кристина Арбакайте Исполнила роль Лены Бессольцевой Назовите этот фильм 202 11.22 Ну что С большим удовольствием Я вам представляю наших гостей Итак Это неоднократный победитель Обладатель Гран-при Международных Всероссийских конкурсов Артем Виноградов Здравствуйте Здравствуйте И лауреат Международных Всероссийских конкурсов Вокального искусства Мария Чернышкова Здравствуйте Ребят Ну такой всем сегодня вопрос Задаю по поводу флага Есть ли у вас где-нибудь В каком-нибудь виде Флаг Российской Федерации Артем Флаг над столом висит Над компьютерным столом А что вот ты делаешь Ты смотришь Вдохновляешься Как это вообще происходит Это само собой получилось Когда-то мне подарили Очень приятно Когда в комнате Висит такой элемент Патриотизма Особенно в свете Последних событий Присоединения Крыма Вот и у моих друзей Знакомых И у меня в том числе Такой Подъем Патриотизма На самом деле Что очень важно Я думаю А над столом Да Флаг висит И всегда украшает комнату То есть в принципе Ты нормально К этому относишься Да Тебе там не стыдно Как молодежи Нет Ко мне прекрасно Очень часто приходят друзья И никогда меня это не смущало Мария У тебя как с этим дело обстоит У меня в виде брелка То есть я купила сейчас В магазинах Очень часто мы можем увидеть Такую эмплему В виде разных брелков Браслетов Вот То есть ты тоже как-то прониклась Да, конечно Ну расскажите немного О себе В каких фестивалях В каких конкурсах Приходилось участвовать Вот Артем Ты у нас неоднократный Многократный Обладатель Как так случилось? Где уже успел засветиться? Много где успел засветиться Вот Последний раз В июне Лето этого Был в Болгарии На конкурсе Где занял гран-при Весной этого же года Был в Финляндии На конкурсе Где тоже взял гран-при В сентябре Планирую Поездку в Испанию Также на конкурс На вокальный Где тоже планирую Достичь неплохих результатов Когда ты Вот я просто Что-то вот такой вопрос У меня возник Едешь в другую страну Ты флаг-то возьмешь В этот раз Будут за тебя болеть твои Болеть всегда Да Обычно большими компаниями Ездим на подобные мероприятия Всегда И когда объявляют Города И когда объявляют страны За Россию Всегда очень много Криков Это очень отрадно Да Иностранцы тоже Очень хорошо поддерживают Очень рады Всегда Гостям из России А у нас есть телефонный звонок Алло Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Надежда Надежда Очень приятно Ввиду того Что наш эфир Уже подходит к концу Долго не будем Как говорится Тянуть И скажите мне В каком же фильме Кристина Арбакайте Исполнила фильм Лены Бессольцевой Ну Фильм Чучева Конечно 1983 Если я не ошибаюсь Спасибо большое Приз Вот такая детская маечка Я надеюсь Кому-нибудь сможете Ну Применить Спасибо И тут же летит Вам дорогие телезрители Мой второй вопрос Вспоминаем Любовь-морковь Такой известный фильм Где снималась тоже Кристина Арбакайте Назовите фамилию Этой веселой семейки Из трилогии Любовь-морковь Какая была фамилия Главных героев Маш Ну расскажи ты Где уже была Что видела Что делала Как вообще Выступается Выступается Очень здорово На патриотических мероприятиях Я была Довольно-таки часто Та же агитация То есть Сейчас мы ездим По поселкам Представляем Нашего губернатора Меркушкина Так И Конечно же Участвовала Тоже в всероссийском Конкурсе Я люблю тебя Моя Россия Он проходил у нас в Самаре Заняла там место Третье Правда То есть карьеры ваши Идут в город Конечно Ну это искренне На самом деле Очень здорово В ближайшее время Мы будем петь Я надеюсь Песню Которую сейчас Будет нам исполнять Артем Беру звонок Который есть у нас В студии Алло здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Сергей Сергей Отвечайте на вопрос Какова же фамилия героев Трилогии Любовь Морковь Фамилия Голубева Голубева Это правильный ответ Вам тоже достается Маечка Ну а пока Артем Будет готовиться Сейчас выступить И спеть А мы послушать Небольшой фрагмент Для того чтобы вы поняли О том Что же такое Фильм Тайна Четырех принцесс Дается три полных ночи Узнаете о секретах Их высочества Станешь наследником Подписывай 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 А если я не успею За три ночи Или пожизненное Затачение башни Или головоспредел В саду Четырех принцесс Я так обожаю Моих дочерей Приказываю Забыть ваших принцесс Мы не согласны Что же мы будем делать Моя королева Они достойны Самой страшной кары Горные вороны Каркают днем Ночью они королевичи Пусть же с тоской Вспоминают о том Где они жили И детичи Им нет прощения Нет им прощения Это для тебя мой цветик Отличный энергетик Смелый Сильный Но глупый Ну просто я совершенно неожиданно Придумал план Это плач волшебный Тебе стоят любви, Ганс Беги к ней Тебе не разгадать тайну принцесс Что не делать? Депортация Он любит выпить Этим надо воспользоваться За нас И за спецназ Хороший тост Сдоптанные башмаки Скошенные каблуки Сношенные платья Мы просто без понятия А хотелось бы знать Просто тайну принцесс Нам хотелось бы знать Только тайну принцесс Но так хочется знать Я смогу разгадать Эту тайну принцесс Привет, Самара Я вас приглашаю всех в кино На музыкальную сказку Тайна четырех принцесс Ну что, продолжается наш эфир Сегодня много подарков Много слов И все это в честь Замечательного праздника Дня государственного флага Российской Федерации Всю подробную информацию Об мероприятиях Которые мы сегодня говорили Можно будет узнать В нашей официальной группе Вконтакте Программа Универсальный формат Артем Виноградов И патриотическая песня Которая как называется Моя Россия Моя Россия И я думаю Это будет очень актуально Музыку в студию Ну а вы, друзья Давайте Верьте в себя И в свою страну Я за родину, мать За Россию молюсь Я своей великой страной Угоржусь Потому что мы здесь Рождены и живем Это наша семья Это наш очий дом Не сгибалась ты Русь Поднималась опять Несмотря ни на что Продолжаешь стоять Те, кто злобы кипит Никогда не поймут Что за люди у нас В России живут Ты живи Моя Россия Славься Русская Земля Крашенет Крашенет Под небом синим Это родина Это родина Моя Мы добьемся всего Если вместе пойдем Мы уж песню свою Видит Бог да поем Наш высокий порыв Никому не сломить А иначе зачем На земле этой жить Ты вокруг оглянись На леса и поля Нам с тобою хранить Надо эти края Пусть березы шумят Ромашки цветут Пусть на нашей земле Наши дети растут Ты живи Моя Россия Славься Русская Земля Крашенет Под небом синим Это родина Моя Ну что ж Благодарим всех Вот так здорово Весело С песнями Мы провожаем Наших гостей Спасибо ребят Присаживайся Артем Ну а я хочу вам Сказать о том Что вот такая Молодая Красивая У нас талантливая Патриотически настроенная Молодежь Ребят буду рада Видеть вас еще Хорошо поете Маша В следующий раз Обязательно Должна будет петь Ну а вам друзья Хочется пожелать Хорошего настроения 22 августа 17.00 Самарская набережная Некрасовский спуск Встречаемся там Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова